Добрый день! На этой неделе наша глава ЭКФ. В этой неделе на главе рассказывается о том, как Всевышний обращается к еврейскому народу и говорит ему, что Он должен соблюдать заповеди, а также как эти заповеди влияют на нашу жизнь. И вот что об этом пишет Тора. И будешь есть, и станешь сыт, и будешь благословлять Бога своего за землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы не заботы о Господа Бога своего, не соблюдая Его заповеди. А то, когда будешь есть, и станешь сыт, и добрые дома построишь, и станет больше богатство Твое, то станет высокомерным и сердце Твое, и забудешь Ты Господу, и скажешь в сердце Своем, Сила Моя и мощь руки Моей дали мне это богатство. И помни весь путь, каким был Тебя Господь по пустыне сорок лет, чтобы смирить Тебя и испытать сердце Твое, чтобы узнать, будешь ли Ты соблюдать заповеди или нет. И вот, читая недельную главу, я заметил, что есть некий акцент на три основные вещи. Первый – это человеческий разум. Помни заповеди и путь, каким вел Тебя Господь. Второй – это человеческое сердце. И станет высокомерным сердцем Твое. И третий – это человеческое тело. Будешь есть и станешь сыт. Но почему Тора девает акцент именно на эти три вещи? Давайте попробуем разобраться. Все дело в том, что, по мнению мудрецов, человек состоит из трех уровней. Первый уровень – это уровень разума. Его центром является мозг. Второй уровень – это человеческие желания. Их центром является сердце. И третий уровень – это уровень телесных потребностей. Их центром является печень. Если мы посмотрим на анатомию человека, то мы увидим, что выше всех находится мозг. Ниже находится сердце. Еще ниже находится печень и остальная система пищеварения. И в самом низу находится мочеполовая система. Говорят наши мудрецы, что такое расположение уровней не случайно. Ведь поскольку если человеком правит разум, то в таком случае мы можем контролировать и свои потребности, и свои желания. И оставаться людьми. Если же нами будет править желание – это плохо. Поскольку желания слепы и могут нас толкать на необдуманные поступки. Человек может подумать – я просто хочу и все. А что будет дальше, и как им это вылиться, как потом это исправлять – его не интересует. И в конце концов, если человеком правят телесные потребности – это максимально плохо. Поскольку в таком случае мы не будем отличаться ничем от животных. У животных также есть потребности в туалете, потребности в еде, питье, размножении. Я приведу в пример автомобиль. Для того, чтобы он приехал, нужно три фактора. Первый – это водитель, он же наш разум. Он определяет цель и определяет маршрут, по которым машина будет ехать. Второй фактор – это двигатель, он же желание. У него нет цели, у него просто одна функция – дать машине силы ехать. Куда – он не знает. И третий фактор – это, собственно, сама машина. У него нет цели, у него есть только одна функция – это вести человека с точки А в точку Б. У него есть ряд потребностей. Там поменять масло в двигателе, заправить, накачать колеса и так далее. И наше тело – это ровным счетом точно такая же машина, только более сложно устроенная. И у этой машины есть и свой водитель в роли разума, и есть свой беспреклонный двигатель в роли сердца. Представьте себе обычную машину, которая едет по дороге, но у нее заснул водитель. И как далеко такая машина сможет уехать? Ну, я думаю, максимум до ближайшей обочины, либо до ближайшей встречной машины. Вот именно для того, чтобы ехать безопасно к своей цели по своему маршруту, нужно наличие трех факторов. И сколько было людей, которые были одержимы каким-то желанием, и они к нему шли, но при этом причиняли кучу вреда окружающим людям и всему миру. И я хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни всегда была гармония между тремя основными факторами. И все-таки, чтобы разум всегда был немножко превыше ваших желаний и ваших потребностей. До свидания!